Поздравление с 90-летием ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Конченков принимал в торжественной обстановке кадетского бала. Юбиляру вручили памятные подарки, грамоты и сказали множество тёплых слов благодарности. У него биография, видите, вся на груди, она даже не умещается. Это действительно достойный человек. Это и отец, и дедушка, и прадедушка. Просто, Иван Иванович, мы тебя любим, ценим. Иван Иванович – почётный гражданин нашего города, сын полка, отличник авиации, обладатель 39 медалей и 4 орденов. Родился он в 1926 году в селе Звенячка Курской области. Там на отлично закончил 7 классов средней школы. Великую Отечественную войну наш герой встретил, будучи 15-летним подростком. Превозмогая усталость без выходных, совсем ещё мальчишка занимался тяжёлым трудом взрослых. Сначала помогал отцу изготавливать повозки для гужевого транспорта Красной армии. А затем, когда всех трудоспособных мужчин мобилизовали, наш герой стал работать на уборке колхозного урожая. В 16 лет Иван Конченков был принят добровольцем в партизанский отряд. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Другое дело, надо страх или преодолеть, или те, кто струсил, их потом расстреливали. Страх? Как это? Вот мы ночью партизанский отряд, там группа назначалась, сани у нас были. Место наше базирование Хенельской лесборянской области зимой выезжали. Там получилось уже так, я пришёл в этот отряд, когда меня взяли, они уже работали, действовали. Ночами выезжали и были хозяины, а днём фашисты хозяину полиции. Так вот, каждый раз, когда выезжали на выполнение задания, подорвали рельсы, полиция вгромили штабы, обозы небольшие, потому что отряд был небольшой, 120 человек сначала. Так как, если в бой, то пошли, поехали и раненые, и погибшие. То есть, это страшное дело, война. В боях с фашистскими захватчиками Иван Иванович проявлял отвагу, храбрость и смелость. Героизм стрелка не раз отмечали боевые товарищи и даже командир полка. Но не обошлось и без проблем со здоровьем. Получив серьёзную травму обеих ног, молодой боец несколько месяцев лежал в госпитале. После долгого лечения его отправили на Дальний Восток. Там наш герой служил пулемётчиком у границы с Маньчжурией. Участвовал в войне с Японией также и в рядах воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта. После войны служил в вооружённых силах. Когда закончилась Вторая мировая война, война с Японией, и я остался живой. Самый счастливый день. То есть, сколько было опасностей погибнуть, а я же всё-таки живой. Значит, вот это самый высший подарок – жизнь. В Копейск наш герой вместе с семьёй переехал в 50-е. Работал преподавателем физкультуры в школе посёлка Бажова. Затем стал заместителем председателя Кировского райисполкома Копейска и одновременно заведующим районным отделом социального обеспечения. С отличием окончил Свердловскую высшую партийную школу. Потом получил специальность инженера-механика в Свердловском горном институте. Было время, и когда Ивана Ивановича избирали секретарём паркома на шахте 205-е, заведующим отделом горкома КПСС, а также заместителем начальника городского отдела внутренних дел по политико-воспитательной работе. Активная работа нашего героя продолжилась и после выхода на пенсию. Иван Иванович несколько раз избирался председателем городского совета ветеранов, а с 2013-го он стал почётным председателем совета. В правоохранительных органах сильный и волевой мужчина Иван Конченков проработал 60 лет и сейчас имеет звание полковника милиции в отставке. Сложностей было очень много. Ну как, ну вот мы, например, тогда был один выходной день, тогда, не два, как сейчас. А у нас был начальник милиции, начальник городского отдела, ну это не дело, потому что милиция, там ещё пожарная охрана, потом ещё те, которые службы, которые не милицейские, но они были в составе. Сейчас паспортное выделилось, следственное выделилось, а это всё было одно, городское отделное выделилось. И у нас был начальник городского отдела, и три заместителя. Так вот, каждый из нас один день, мы оставались на сутки, ответственно, всё сутки, и получалось, что у меня выходных-то было в месяц три только. Вот, теперь трудности какие? И когда происходит происшествие, допустим, ночью, надо же выезжать, наши группы, самая разыскная, надо выезжать, транспорту не хватало. Вот только когда я пришёл, так там вообще было две машины только. Вот всяко, значит, на попутных, всяко-всяко, вот это, большие трудности были, транспортные. Но потом стали поступать машины. Более 50 лет наш герой ведёт общественную работу. Ежегодно он проводит десятки тематических встреч с воспитанниками детских садов, школьниками, студентами и даже взрослыми. Иван Иванович принимал активное участие и в сборе сведений о погибших, пропавших без вести в годы войны. По инициативе и личном участии нашего героя в Копейске был сооружён мемориальный комплекс к 50-летию Победы, на мраморных плитах которого высечены более 5000 фамилий погибших Копейчан. Самая-самая, вот, в окопе, так, подготовка идёт к наступлению. Вот объявили уже, завтра будет наступление. Старшина, значит, припасы обеспечил, патроны, чтобы были гранаты, всё. Вот по ракете утром будет в атаку. Вот что было в это время самым таким важным? Ну, когда так спрашиваю людей, говорят, а, ну, чтобы было вот это оружие, это всё есть, допустим, всё есть, всё, готово. Но что было очень важным? Самым важным, об этом не говорят и не пишут, а было вот что? Бой, значит, кто-то не вернётся. Потому что каждый бой обязательно потери убитые, раненые. Вот были, значит, когда уже завтра наступать говорили, Коля, если что, сообщи родителям. В чём суть была, чтобы не забыли? Потому что, ну, бою всяко, может мина разорваться и всё. Уважение заслуживает и увлечение нашего героя писательской деятельностью. Иван Иванович – автор трогательных стихотворений и душевных песен. Война смертоносным огнём разыгралась, Круша беспощадно опору страны, На фронте упорно, нещадно сражались Мальчишки России, патриоты страны. От бомбовых взрывов природа страдала, Пылали посевы колхозных полей. Такого кошмара Россия не знала, Миллионы теряла сыновей, дочерей. Личность Ивана Конченкова многогранна. На его счету авторство и издание книг про участников войны, ветеранское движение, историю копейской милиции. В планах публикация своей родословной. 90 лет – это серьёзный юбилей для любого человека. Особенно для мужчины, чья жизнь невероятно насыщена событиями и различной деятельностью. Наш герой всегда вёл здоровый образ жизни, всегда был и остаётся борцом за добро, за достойную жизнь трудового народа, за счастье и справедливость.